КАПИТАН МИНИФУТБОЛЬНОГО КЛУБА УМЗ Чего не скажешь о сопернике Заводчан по стартовому матчу второй половины сезона. Смена новогодней праздники встречала в зоне вылета, и поэтому на помощь призвала двух нападающих. Оранжевые ряды пополнили форвард ПСК Андрей Русанцев и нападающий Волги Георгий Заикин. И Русанцев, и Заикин у нас добавили остроты сразу в атаке. То есть мы можем немножко расслабляться в обороне, где-то если у нас не получается, или мы очень устали, мы можем закинуть вперед, и уже и Жор, и Андрей принимают мяч, цепляются, ждут нас, разворачиваются сами вверх. С первых минут настраивайтесь, настраивайтесь на все 40 минут, не то что борьбы, а игры в футбол. Себя настраивайте, наверное. Ну и все. Все остальное вам в разделанке сказали, например, все, парни, с Богом. Матч первого круга между этими командами завершился минимальной победой УМЗ 2-1. Но уже в первом тайме нового противостояния стало ясно. Матч получится более результативным. Вовсю старались новобранцы смены. Первым о себе заявил Георгий Заикин. Это он настырно сыграл штрафной соперника и заработал пенальти, который четко реализовал Костенко. Следом отличился и второй пришелец Русанцев. А к 19-й минуте встречи, благодаря точному удару Алексея Бондаренко, смена довела счет до комфортных и в какой-то степени неожиданных 3-0. Еще с праздника, видимо, люди не вышли, мне кажется. То есть тренировочный процесс немного нарушился. Не вкатились. Смена лучше вкатилась. Мы же и на Кубок Энерджи тоже проиграли. То есть тренировочного процесса не было практически. К нам непривычно играть, ведя крупно в счете. То есть мы привыкли, что у нас максимум перевес в один мяч или там мы проигрываем или ничья. Поэтому для нас это тоже в новинку в своем роде. Поэтому сложно было адаптироваться сразу, сконцентрироваться и продолжать играть дальше. Пропустив три, заводчане поняли. Праздники закончились и пора уже настраиваться на рабочий лад. Еще до перерыва Дмитрий Романов один гол отыграл. Сразу после отдыха отличился Дмитрий Елимов. А завершил погоню Александр Романов. По-царски красиво пробив слета и восстановив паритет в матче 3-3. Это, я думаю, сказался недонастрой в начале второго тайма. Мы вышли, немного не ожидали от того, что, во-первых, УМЗ такая прекрасная команда. Мы знали о том, что они сейчас пойдут забивать. Ну, в принципе, это и получилось. Просто недонастрой сказался. Тренер разобрал наши ошибки в перерыве. Подсказал наши слабые места, где нам потянуть надо, как по позициям правильно сыграть. И в втором тайме мы сразу хорошо вошли в игру. Первый гол забили, потом второй тут же забили. И это нам позволило войти. Смотри, просто напрасывай туда и все. Лучше ничего не делать. Смотрите внимательно. Они практически не обыграют один в один. Защитник отдает пас и бежит вертикально вперед. Главное, успей на дальнюю штангу и все, нападающий особенно. Очень ранним таймаутом Смена основила атакующий порыв УМЗ и вернул себе лидерство в счете. Это Иван Герасимов оказался вблизи ворот соперника, так же неожиданно, как партизаны в тылу врага. Шанс на спасение у заводчан еще был. Ведь сначала Герасимов пробил в штангу. Но второй удар пошел точно в цель. Вот тут и сдали нервы у капитана УМЗ Кирилла Селезнева. За разговоры с арбитром он получил вторую желтую и отправился на трибуны. На пару игровых минут оставил свою команду в меньшинстве. Мы все понимали. Если отсутствие игрока, это все равно. Это наши проблемы командные. Мы сами должны были уже выходить из этой ситуации, из-за капитана, из-за оставшуюся команду, добиваться победы. Но, увы, не смогли. Когда штрафное время истекло, УМЗ полетел вперед. Сравнивать счет и своего добился. Павел Рыбкин эффектно обыграл под уставшего Андрея Русанцева и точной передачей вывел Константина Ковришкина на пустые ворота. 4-4. В отличие от Селезнева, капитан смены Александр Костенко не стал психовать, а сам ринулся исправлять ошибки партнеров. И тоже преуспел. Перехват мяча на чужой половине, выход один на один и отменный удар в ближнюю девятку. В заключительные три минуты УМЗ играл без вратаря и постоянно атаковал. Но смена выстояла и добилась второй победы в сезоне. Мы, по-моему, в этом сезоне еще ни разу не играли 4 на 5. Хотя мы примерно знаем, как лучше всего обороняться в таком случае. Но все равно физически очень тяжело, особенно когда это последние минуты матча. Это очень трудно. Мы стараемся быстро перебегать, но сегодня повезло. Как было бы, если бы мы еще играли три минуты, я не знаю. Яркий по накалу матч выдали Элина и лидер суперлиги ПСК. Главным антигероем поединка стал голкипер Элина Дмитрий Владимиркин. В середине второго тайма в течение одной минуты он умудрился А. забить в свои ворота Б. получить две желтые карточки за неспортивное поведение И. С. удалиться В итоге ПСК праздновал победу 4-1 Чуть более убедительно победил главный преследователь ПСК Платон, обыгравший в Аленто-Сити со счетом 6-3 Также шесть мячей в ворота Маймедиа отправил Кристалл. А самый результативный футбол увидели зрители противостояния промересурса и погоды в доме Действующий чемпион отличился 14 раз Больше в этом году 15 раз забивал только ПСК Но несмотря на это, погода вышла на чистое третье место в турнире на таблице Спасибо смене, которая обыграла УМЗ и сама покинула зону вылета ПСК и Платон пока так и идут неразрывно на самом верху Словно и не было новогодних праздников Благодаря пятой победе подряд на четвертой строчке обосновался Кристалл А вот УМЗ, потерпев четвертое поражение в последних пяти матчах Уже свалился в середину турнирной таблицы Поправить свое положение заводчане могут через пару недель В следующем, 11-м туре УМЗ играть с аутсайдером промресурсом Также вполне решаемой выглядит задача и у Платона Его соперник Элина набрала очки только в самом первом матче сезона В первых числах ноября прошлого года А после этого 9 поражений подряд Десятое, юбилейное, вполне прогнозируемо Трудно придется и Маймедиа После неудачного старта погода набрала ход И гонится за лидерами, сметая всех соперников Не только в Суперлиге, но и в Кубке Энерджи Все эти противостояния состоятся через пару недель 25 января, после того, как добрая половина команд Ульяновской Суперлиги сыграет в Тольятти В турнире Рождественской ладья ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА